Второй сезон Дома Дракона показал нам иную сторону законной наследницы Железного Трона, Рейниры Таргариен. Мы видели ее борьбу после смерти сына Люцериса, гибели Рейнис и неясности действий Деймона в Харренхоле, сомневаясь в его верности. Кроме того, ее подход к победе над противником, Зелеными, мучил ее, так как она чувствовала, что пока у них в Хагар, они слабее. Исчерпав все варианты, седьмая серия второго сезона показала нам новую сторону персонажа, которая приветствовала смерть. Она ставила судьбу тех, кто перед ней, перед богами, и более милосердная сторона в борьбе за корону действовала так, как ожидалось бы от Зеленых. Это ставит вопрос, действовала ли Рейнира как законная королева, или она видела себя некой высшей силой в тот момент, словно возглавляла культ. Лично я склоняюсь ко второму варианту, так как есть много доказательств, указывающих на это в ее речи в зале и в убийстве полукровок Таргариенов. Давайте разберем видео и проверим, можно ли подтвердить теорию о лидере культа. Вот Рейнира Таргариен, королева или лидер культа. Предупреждаю, это видео содержит спойлеры. Один из первых случаев, когда Рейнира явно отбросила осторожность и проявила поведение последнего шанса, веря в правильность своих действий, был, когда она проигнорировала совет Хранителя Драконов. Они были недовольны ей, по сути повторяя историю Сера Стефана Дарклина, но в массовом масштабе, жертвуя многими ради спасения избранных. Часть диалога, которая особенно привлекла мое внимание, была следующей. Рейнира сказала, что Сер Стефан Дарклин был крови дракона, а Хранитель Драконов ответил, что это богохульство, он не повелитель драконов. И эти тоже. Рейнира продолжила. И все же боги послали их перед нами, на что Хранитель Драконов возразил. Ты сама поставила их перед собой. Использование Рейнира и богов для оправдания своих действий было очень интересным ходом. В тот момент, мне кажется, она верила, что боги привели их к ней, или хотя бы убеждала себя в этом. Однако в реальности это было совсем не так. Именно она призвала их туда. Когда Хранитель Драконов сказал, вы поставили их перед собой, он намекал, что в тот момент она ощущала себя высшей силой, связанной с богами, или готовой действовать вопреки воле богов ради достижения своей цели. Это показало ее отрешенность и готовность нарушить традиции ради выгоды. Даже когда Хранители Драконов ушли, предостерегая ее, зная о грядущих смерти и разрушении, она все равно решила продолжить. Это показало не только ее отчаяние, но и то, что она считала себя выше других и готова рискнуть, оправдывая свои действия волей богов, утверждая, что высшие силы направляют ее решение. Речь к малокровным Таргариенам. Вот где произошла настоящая трансформация. И говорят, что Эмма Дарси хотела, чтобы сцена напоминала религиозный культ по своему исполнению. И я бы сказал, что так оно и вышло в итоге. Речь, которую произнесла Рейнира, была направлена на то, чтобы показать людям перед ней возможность получить огромную награду, если они последуют ее словам, власть beyond их самых смелых фантазий. Слова, которые она произносила, такие как «Ответьте на призыв». «Служа, вы будете преображены». «Это наша цель». «Конец лишением». «Мир восстановится». «Страдания прекратятся без кровопролития». «Боги благословят вас». Это не просто слова королевы. Это слова человека, верящего в высшую силу и путь, который ждет тех, кто следует правилам и окажется среди избранных счастливчиков, достойных быть избранными. Ее речь словно взята из Библии. Слова подобраны так, чтобы быть максимально убедительными. Эти обещания не имели никаких доказательств или гарантий, что они сработают. Интересно, что она сказала «наша цель, а не ваша». Это лишь подчеркнуло ее стремление быть на одном уровне с ними, показать, что она такая же часть этого пути, как и они. То, как Рейнира ходила среди людей и заставила своего бога отступить, было похоже на то, что она спустилась до уровня простых людей, создавая иллюзию, что она не недосягаемая королева, а одна из них, но обладающая знаниями и властью. Говоря о признаках культа, некоторые из них включают изоляцию членов, и на это она и сделала, призвав их отправиться на драконий камень, видеть преданность лидерам, то, чего она хотела, жертвуя ими. Необоснованный страх внешнего мира, как грядущие катастрофы. Это то, что она обещала решить без крови, если они присоединятся. К тому же, лидер – единственный источник истины. Об этом Рейнира заявляла, идя против хранителей драконов и в речи. Глядя на некоторые характеристики, видно пересечение не только в диалогах и ключевых словах, но и в языке тела и способе ее взаимодействия с ними. Но главное – характеристики, составляющие суть культа. Избиение народа. В кульминации эпизода, в сцене, где мы увидели Вермитора, обрушить настоящий ад на всех, здесь мы увидели Рейниру с новой стороны, которую раньше не видели. Это была скрытая эмоция, показавшая, что люди, которых она вела в печь и которые сгорали заживо, не особо ее трогали. По крайней мере, не в начале. Ей велели отступить, но она осталась смотреть, как ад вторгается в пещеру. Последнее, что она сказала людям – пусть говорит дракон. Верили ли люди, которых она привела в пещеру, что умрут так именно в этот момент? Лично я не думаю, что они ожидали такого исхода. Рейнира говорила о бескровности и их предназначении. Не думаю, что они считали своей целью умереть в тот день. Была одна пронзительная сцена, где Рейнира, кажется, вышла из роли лидера культа и поняла, что ритуальная жертва – не лучший выход. Это случилось, когда один из простолюдинов лежал, крича и умоляя о помощи. Слышались крики «помогите, помогите!», но мы не видели их гибели. Когда Вермитор изверг пламя над человека, камера переключилась на Рейниру и все стихло. Словно мы заглянули в ее мысли в тот момент. Рейнира почти не шевельнулась, но ее глаза сказали многое. Было видно, что она в шоке от происходящего, и, думаю, в тот миг она засомневалась в правильности своих действий. Конечно, обретение Вермитора и Среброкрыла укрепило ее позиции и шансы в борьбе. Но чтобы получить их, она совершила нечто совершенно ей несвойственное. Она обратилась к богам и использовала их, чтобы убедить простой народ рискует жизнью ради великой цели и мира, зная, что большинство из них погибнет. Учитывая, что Рейнира всегда была ближе к простому народу и его интересам, как Визерис, это было необычно для нее. В прошлом эпизоде она стремилась привлечь народ на свою сторону, чтобы они предпочли ее нынешней короне на Железном Троне. А в этом эпизоде она видела их расходным материалом пешками в ее игре за трон. Хотя Рейнира проявила черты, типичные для культа, это явно не ее истинная сущность. Но в седьмом серии второго сезона Дома Дракона мы увидели, как она применила эту тактику, чтобы получить желаемое и необходимое для укрепления своей армии и возможности первой нанести удар по зеленым. Рейнира – законная королева, и я на стороне черных. Она могла действовать не в своем характере, но причины понятны. Это была последняя попытка набрать силу. Вот вам и Рейнира Таргариен – королева или лидер культа.